Что ж, я еще раз вас всех поприветствую, с вами Слэм, вот так вот мы ворвались нежданно, друзья, матч H2K-LGB, первый матч в верхней части сетки группы С, в группе присутствует, как вы видите, шведы-LGB, норвежцы H2K, поляки Virtus.pro и команда из СНГ Hellraiser под российским флагом, так как титульный спонсор, в принципе, настоял на флаге РФ, так что не предъявляйте команде, не пишите гадости, огромная-огромная просьба, команда будет выигрывать по-любому, Ну а мы, наверное, уже можем переключиться все-таки в игру, где LGB уже ведут 2-0, начиная в защите сайдпик, они, смею предположить, что выиграли, раз у них вот такой вот поворот событий, что LGB в защите, все-таки вряд ли бы они там как-то целенаправленно проигрывая, их бы H2K там оставили. Ну и карта, которая, в принципе, считается сейчас скандинавской, как и нюк, но здесь, здесь на ней именно скандинавы играют очень-очень серьезно, очень сильно, ну вот недавно Na'Vi не хватило в группе А против шведских NIP. И так, ну вот пошаговое выбивание, и Рубина сейчас реализовал первую позицию его разменивают, и ой-ой-ой, Рубина плышеный, отходит еще и Денниса заметил. Потрясающе сыграл сейчас Рубина на этой бомбе, LGB в принципе имели шанс выбить, было у них 2 выбивающих, один на прикрытии, но вот не вышло ни у кого четко что-то сделать. Так, спрятался Деннис, ушел он за забор на зелени 2-1, на штуке взяли раунд внеочередной, это, по-моему, воля, да, в первом, скорее всего, стояла бомба, и поэтому был вот такой вот преждевременный девайсный раунд на третий. Ну, мы прекрасно с вами понимаем, знаем, что все-таки команда, которая ставит бомбу, она закупается в третьем по-любому, лучше на трене не шутить с этим и не давать оппонентам разыгрываться. Так, ну, я предполагаю, что тут уже команда разыграна, так как турнир титульный для Скандинава, в первую очередь именно Фрагбайт проводит его, опять-таки, скандинавский киберспортивный сайт, очень жесткий. Так, вот круто играет Мак сейчас, посмотрите, выцепил с дыма, но Твистап все равно пропустил, пытается размен в ленте устроить и делает его, но его тиммейты, поставив бомбу, рискует сейчас показаться вот под прицелом Денниса, который пока идеально работает на два фронта, к нему приходит тиммейт, но надо крыть транс, пытаются прострелить Скарка и игра на единицу. Зеленик страхует, отлично играет Олов, смотрим на Скарка, будет ли это плач, нет, нет, конечно, тут ЛГБ не ошибаются и просто спокойненько его добивают, 2-1, нормально, в общем-то, уверенно начинают. И та и другая команда. Ну, так, говорит нам о том, что первая половина будет, как минимум, крайне жесткая или жестокая, я не знаю, как правильно описать. Так, пытаюсь, попытаюсь сейчас немножко в бродкастерский компьютер разгрузить один момент, я вижу, вижу, вижу то, что вы там пишите про лаги. А, ну вот, все, тут надо выключить. И будем, будем, друзья, читать иногда чат, так что наслаждайтесь ксом, пишите в чат что-то. Привет и пожелания, конечно же, тоже приветствуются. Так, ЛГБ. Хорошо, Крин сейчас, по одному просто чатал штуки и решили выйти, вот один, первые два проиграли, второй пошел, третий тоже. И посмотрите, вот такое вот мясо кучей просто все на первом вагоне закончилось. Попдог не прошли, как говорится, 4-1 в ЛГБ, 3 раунда преимущества. Еще раз, друзья, еще раз группа на ваших экранах, она выглядит следующим образом, чтобы вы понимали, что все-таки в групповом играется не что-то там такое. В групповом этапе в каждой группе играется дабл элиминейшн. Вот вопросов было много, особенно на Старладере в личку аж написали, спросили, что же это такое. Так, ну и Скарг не играет в 100. Да, хорошенько его сейчас здесь отпугнули, и аж штуки будут пытаться, так, на закрытом тоже с контактом нормально не зашло. По минус 50 у каждого из игроков, которые пытались открываться. Аж штуки ждут. Вот ждут они что, что капитан прикажет, или что что-нибудь получится. Вот Скарг не теряет надежды на то, что сможет все-таки выцепить здесь хоть кого-то. Но 100 не пушится, 3а, 2б и выход обдаун плюс 100. Скарг проходит смок. Вот это было зря, и, собственно, ЛГБ готовы просто собирать здесь эту всю халяву. Это действительно халявный раунд, Скарг дает размин. Стрельба может спасти сейчас аж штуки, но... Но все, уже нет. Уже нет, они заперты. Заперты в апдауне, много дыма. Ну и Мак, наверное, попробует поставить сейчас бомбу. Нет, у него даже здесь ускользнул игрок. Так, видит Денниса, но все, переслевка зашла в тупик. И вообще выход зашел в тупик. Как-то не уверенно, аж штуки сейчас сыграли. Такой раунд отдали просто вот безидейный. Не то чтобы я их ругаю, просто... Просто как-то можно было, наверное, и на бомбу хоть сыграть. Но уж лучше на закрытой играть на бомбу, если запланировали, чем выходить на... Когда тебя уже просто здесь ждут. Так, ВП Лофмейстера, чек сотки. Ну, видим, да, занимают, в принципе, шведы. Да и не только шведы, все, кто играет с ВП, зелень занимают однообразно сначала на чек. Раньше еще пытались на трансформатор маленький запрыгивать, но теперь вот уже не рискует, потому что атака знает, куда смотреть. Все, серия фрагов за шведской пятеркой. Ну, три игрока сделали по фрагу, два живых. Осталось только на закрытой сыграть. Мака за чек или Хойланд в апдауне. Очень агрессивно, кстати, стоит. Не теряет надежды выцепить сотку. Ну, твист. Твист красава. Ну, и ждем минуса от Денниса сейчас, потому что, ну, на закрытом минуса не будет. Вообще, если бы Деннис убивал, было бы прикольно посмотреть. Каждый бы по фрагу сделал. Тем временем Хойланд идет 0 на 7, 0 на 6. У Поли, Мак, 2-5, 7-7, Скарг. Но это норвежцы, и эти норвежцы могут дать ответ во второй половине. Тем временем 6-1 в поле. Состав ЛГБ, друзья, на начало этого чемпионата выглядело следующим образом. Крим, Солов, Твист, Сайп, Денниса, Штуки, Рубина, Хойланд, Поли, Скарг, Мак. Они, в принципе, да, не меняли. Я вот сверяю сейчас с нашими данными. И вы также можете видеть. Ники в игре все то же самое. Иногда норвежская команда меня радует, когда они зовут играть в БРБ. Тогда они играют вчетвером намного жестче, по-моему, чем со своим пятым основным. Так, Мак, давай. Минус Олов, Мейстер. Ну вот сейчас удалось выйти 100. Короче, как я понимаю, если ваш ТК удается вот раскидать нормально, то на А они заходят по-любому. Так, Мак. Ну, посмотрите, какой хитрый, да? Кидайте молоко. Но Деннис тоже здесь не подводит. Но остался Кримс, Твист, Денниса сбрили. Надо сейвить Двайс, и Твист зашел в спину, в принципе. Если убивает АВИК, то это хорошая возможность засейвить его. И да, дает дым. Надо забирать. Надо забирать ВП сейчас Твисту. Пока оно лежит нетронутая. Все, зелень падает. Твист забирает АВИК. И так, зелень его обходит. Дома его обходит. Твист будет прятаться до последнего. Так, зелень взрывается. Ну, и Твист просто в углу. В общем, на ВП никто не рискует идти. 6-2. ВП Твист засейвил. Смотрим, возьмет ли его Олаф Мейстер. Или это будет кто-то из нападающих жестких. Так, ну я смотрю, что Деннис на плетке. Значит, да, Олаф Мейстер. Все-таки Олаф Мейстер будет играть с ВП. Как ни странно, номер один ему сегодня дал сервер. И это на самом деле очень интересно. Выглядит. Так, Олаф. Вот, а что Кейп даже не создали, видимость, атаки на А. Бегут под Б. Здесь в упоре Кримс. И сразу же лишаются Хойланда, который идет 0 на 9. У нас, по-моему, сейчас рулон очередной вырисовывается. Идеально защищается Кримс. Играет на минус 2. Успевает прийти хилпа. Но тут и хилпы не надо. Дениска с плеткой должен здесь забирать. Его пытаются сыграть. С ним пытаются на несколько девайсов. И это заканчивается неминуемым фиаско для H2K Gaming. Ну, норвежцы... Ха-ха-ха, Денис. Ой, Денис. Денис Эдвен, господа. Один из, наверное... Ну, вот в 1.6, я помню, он начинал когда играть. Был явно восходящей звездой. В CSGO, переключившись, переключился не сразу. Но сначала сказал, что выступать не будет. Но вот собрал со своими друзьями команду. И все-таки понравилась этому игроку новая дисциплина. И он с радостью выступает в ней, в команде LGB. К сожалению, LGB в этом сезоне на StarLadder играть отказались. По причине того, что у них непонятки с составом. И все игроки устали. Хотят проводить больше времени весной. Отдавая себя подготовке к лан-турнирам. Бесплатный фраг для Скарха. А вот Девайс-то улетел! Ой-ой-ой! Если бы Девайс еще на него упал, вот с кольтом можно было бы не бомбить. Олаф Мейстер. Отважная попытка дать фаззум в Рубина. Но попытка... Опа! Но у зумчика нет. Так, и посмотрите, как мансует маг жестко. Просто в плынте. По нему пытаются стрелять. И в итоге H2K сбривают H3 игроков LGB на халяву. Те даже не ожидали, что это может быть. Вот что бывает, когда вы выходите просто на шифтах, а соперник ждет от вас какой-то агрессии. Ну, вы просто потихо ему как убийцы. Но если бы еще Девайс от мертвых игроков в руки залетали, то было бы вообще несомненно гладко. Может, окей, все еще и в том раунде. Ладно, повторная попытка сыграть. По крайней мере, бомба будет. Хойланд первый фраг в матче. И открывает счет на Апленте. Доминируя Олаф Мейстера. Попытка пройти в плент. И начинается игра закрытых позиций. Остается Кримс. Ну, и у него позиция совсем плохая. По одному всех перестреляли. Кримс пытается выждать. Ну, понимает то, что его слева сейчас чекают. О-о-о-ой-ой-ой-ой-ой. О-о-ой-ой-ой-ой-ой. Как его закидали. Посмотрите. Три, четыре. Три гранаты залетело. И, по-моему, сейчас там еще, если одну подберут, будет... Не, ну тут можно просто психануть и бомбануть. Я не знаю. Что еще тут можно сказать? Ну, и Кримс Сейвит Девайс вот в таком вот месте. На самом деле, всем известное место. До этого никто не думал, что оно существует. Так, ну и смотрим сейчас. Олаф Мейстер. Деннис. Два ВП. Ну, одно Б, одно А, понятно. Но Деннису-то зачем его дали? Вот он не имеет пока возможности так... Так попадать, как его друг Олаф Мейстер, который своими, наверное, вот фишками, финтами в том сезоне Старладдера устраивал экшен. Но все равно я считаю, что его конек нет. Так, Деннис с ВП. Отлично. Все, закрыли выход на единицу от норвежцев. На планете у них явные трудности. Пытаются они их победить. Вот игра на перестрелку может закончиться плохо. Так, Твист хороший выпад. И зелень не видит маг. Нет, замечает все-таки Олафа. Игра с трех сторон беднягу задавили. Ну вот с проблемами штуки. С проблемами. Ничего не скажешь. Итак. Ну, Эдман решил продолжить свою эпопеюсовую. ВП, несмотря на то, что Олафа забрали. Или не забирали в том раунде. Ладно. ВП, в общем-то, здесь такое. Так, друзья. Следующая встреча, которую мы с вами будем смотреть, это Hellraiser против команды Virtus.pro. Это будет заруба века. Так, Слом, как ты думаешь, почему тебя отказали комментировать? Я не думаю об этом даже, друзья. Если честно, да, мне там отчасти где-то обидно, но я сосредоточусь на чемпионатах, которыми действительно занимаюсь. И вот, например, StarLadder финалы. Будут просто катастрофически интересны. В мае. Сосредоточусь на StarLadder, на чемпионатах, на которые меня пригласили комментировать. И, ну да, пропускаю события, конечно, главное. Но, тем не менее, что поделать, работа такая... Просто, если вы не понимаете то, что есть еще и... Скажем так, конкуренция StarLadder и ESL, у нас просто дота очень-очень популярна, как вы заметили. И вот, возможно, причина была в том, что... В том, что что-то там не доделили. Ну и наконец-то это выливается. Ну и, короче, не хочу об этом даже. Все на самом деле позитивно, все классно. Друзья, я ж никуда не пропущу один турнирчик. Ну и что? Я ж никуда не денусь. Все будет нормально. Еще куча-куча ивентов есть. И на какие-то из них мы еще попадем. Так что это здорово. Ну и в этом году крупных также будет. Ну еще один крупный будет точно. Зимой 100%. И, возможно, где-то летом вы увидите еще один крупный турнир. Так, верни Юру. Юра будет комментировать для вас завтра. Привет всем зрителям из Эстонии. Привет всем зрителям из Эстонии. Одно и то же сообщение. Так. Просто EMS чем? Это же не такой турнир, как Starluder. У него нет вот такой истории, как у того же Starluder. Просто есть 250 тысяч и все. Денег, часть которых дает Valve, поэтому он крупный, да? Не буду забегать вперед. Просто скажу, что... Просто скажу, что... На Starluder тоже все хорошо, поверите мне. Так, я реально думал, что это разминка. Но это не разминка. Тут 15-й раунд. 1 из 3 у H2K. Попытка взять 4. Я надеюсь, что они, на самом деле, сейчас 4-й возьмут. Шведы, конечно, вот в первой половине. Ну, мы видели сейчас первую половину. Да, это очень такие, знаете, быстрые, динамичные раунды. Со стороны норвежской команды. Видно то, что у них некоторые атаки не готовы, кроме одной раскидки на А, которую они использовали, наверное, все 3 раза. Вот то, что взяли раунды на А. Это все благодаря раскидке, бомбам. И ох, как Поли проскочил единицу. Два игрока смотрела, никто не заметил. Бомб керри проходит. И Поли даже... Ой, Поли, даже не прочекал башню. Мог же посмотреть. Мог же посмотреть. Почему не посмотрел, непонятно. 12-3. 12-3, друзья. И вот на штуке сейчас надежда очень-очень маленькая. А почему со страйком вместе не комментируете? Друзья, мы решили разделить этот фрагбайт, потому что, во-первых, очень большая нагрузка. Во-вторых, она выдалась вся на праздник. И мы поделили дни, потому что ведь 8 марта там у многих есть дела, да. Мне пришлось комментировать 8-го, Юрий 9-го. Мы просто поделили дни, потому что действительно устали. Ведь помимо комментариев, у нас же ведь работа не как комментаторов, а это одно, да. А есть еще другая часть работы, на которую ты тратишь большую часть времени и действительно устаешь. Короче, ЛЖБ без шансов расправляется со штуки. Все, что я могу пока сказать. По-моему, это будет очень-очень быстрая победа шведской команды. И, естественно, мы вот без выходных работали там неделю с лишним. Ну, устали, а потом... И буквально, я расскажу, вот предпоследний день, наверное, до фрагбайта, мы комментировали в пятницу два матча старт-серии и думали, что вот он был, долгожданный выходной, но нет. Но нет. Главный организатор фрагбайта сразу же связался со мной, потому что он мне перед тем, как планировал сезон, присылал инвайт на комментирование. Они очень хотели с нами посотрудничать в этом плане, но и мы, в принципе, им не могли отказать. Потому что действительно ребята хорошие, делают полезное дело, в принципе. Мы все делаем полезное дело. Ну и вот такие вот у нас пока что эфиры в разнобоечку. Но послезавтра уже будем вместе со страйком комментировать встречи Старладера пред-ЕМСные. После этого я, наверное, уеду с Киева на несколько дней. И не знаю, чем будет заниматься страйк, но у меня будут также определенный ряд задач. Так, ну что, бай и против четверых стоят сейчас. ЛГБ стоят уверенно, но тут с баем, как на танке, если, конечно, вот Рубина зачекают. Нет, нет, если зачекают его, да, то все будет нормально, но мне что-то подсказывает, что его могут просто проглядеть. Ну и, по-моему, склоняются шведы все-таки больше к Апланту, наверное, развернуться, уйдут в апдаун. Нет им смысла здесь идти на Б. Ну, они просто не видят, вот по игре видно, что они не хотят идти на Б, боятся попасть в засаду. Все-таки узкие пространства, позиции в упоре. Могли успеть занять игроки. На дальних дистанциях пистолеты перестрелять полегче будет. И вот, собственно говоря, Кримс уже разваливает Мака. Смотрим, что ответит игрок на единице. Поле жмут, минус от Кримса еще один. Ох, уверенно, Твист. Ну, Твист сейчас получит, наверное, нет. Скарг стоит, ждет. Вау, 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 вау! Ой, Твист попадает в эту реакцию. Не справился, Скарг. 14-3, бай от команды из Норвегии. С Лома, ты сам играешь? Да, поигрывай. С Лома, почему HR Bootcamp в Киберарене? Ну, скажу так, что главный спонсор теперь Asus и... Мы тесно связаны, скажем так, по этому в арене. А почему бы нет? Вообще, арена хорошая, отличное просто место для Bootcamp. Хороший интернет, это раз. Очень мощные компьютеры на сцене, удобные позиции, рядом бар, еда. Ну, все, что нужно, то есть, для Bootcamp реально, да. Ты можешь поваляться на диване полчаса между играми. Ты можешь взять на баре еды, ты можешь реально вкусно пообедать. Продуктивно. Так, ну что ж, шведы развели на А, на Б вообще без шансов забрали поле, беднягу. И, в общем-то, анал карнавал для норвежской команды. В ЛГБ праздник, видимо, хотят играть либо с ВП, либо с Hellraisers. Но, это, конечно, жесть. Жесть. Ну и все, 15-3, по-моему, здесь заканчивается эпопея команды H2K. И мы будем ждать сейчас с вами следующий матч. Напомню вам, друзья, что следующие играют свою встречу Hellraisers и ВП в группе С. Матч назначен на 20-15 по Киеву, на 19-15 по центральному европейскому времени. Расписание первых двух матчей вот перед вами на экранах. И мы смотрим сейчас с вами о штуке ЛГБ. Последний раунд уже. Не успели вроде бы начать, а тут уже все. Так, ЛГБ, Олов, все, снесли, закрытый, бомба пошла. Три в четыре остаются. Ну, посмотрите, норвежцы с одним девайсом. И это ФАМАС, который был реализован. Сайб прошел в упор. Скарк ждет, не теряя надежды. И все, пошел развалин, два в три. Так, два девайса уже у защиты. И ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, Поли тут просто легкая добыча, по-моему. Ну, его ждут с верхнего. Их сейчас, смотрите, вряд может поймать. Двоих нет, ушли! Последний момент. Я так хотел этот пикантный эпичный момент. Но у ЦАИПа придется, походу, еще поработать. И опа, ну вот пытался. Мог, мог Поли сейчас, в принципе, успокоить шведов. Взять четвертый для своей команды. Попробовать подраться, но не судьба. Да, просто не судьба. Ну и вот, собственно говоря, LGB проходят дальше. А штуки падают в нижнюю часть сетки группы С. Мы с вами остаемся на трансляции. Остаемся на стриме. Для вас немного музыки. И после нее, после небольшой музыкальной паузы, мы вернемся к вам в эфир. И будем смотреть встречу Hellraiser с VP, до которой еще почти 30 минут. Но, может быть, сейчас я кого-то попробую со сцены забрать с собой, если там не праг, и мы немного с ними пообщаемся.